Новости На вчерашнем митинге один из ключевых эпизодов выступления Никола Пашиняна касался карабаховской проблемы. Это, по сути, было ответом на позавчерашнее интервью Роберта Кочериана, в котором второй президент прибег к манипуляции, приписав Николу Пашиняну надуманную политику. Кроме того, Кочериан между строк дал понять, что считает карабах одной из своих опор, намекая, что намерен встретиться с Бака с океаном. В интервью телекомпании Erkir Media второй президент заявил, что то, что произошло в Армении, в некоторой мере оказало влияние в Карабахе. Я не считаю, что это совершенно одинаковые процессы, потому что ситуация в Карабахе существенно отличается от ситуации в Армении, но здесь, конечно, есть некоторые сходства. Не хочу давать характеристик, поскольку также в последнее время я не был в Карабахе, и в действительности трудно оценить. Может быть, нужно встретиться с Бака с океаном, с другими, чтобы из первых рук понять, что, тем не менее, происходит. Покупают СМИ, нанимают фейков, чтобы те писали, что Пашинян намерен сдавать земли, на вчерашнем митинге возразил Никол Пашинян. Я по вопросу Карабаха еще не вел никаких переговоров. Они путают с собой, когда ни о чем ином, кроме как о сдаче земель, переговоров не вели, и я это знаю, все задокументировано, потому что я владею всем переговорным процессом, сказал он. Никол Пашинян еще раз подтвердил, что от имени Арцаха вести переговоры должна республика Арцах, а он ведет переговоры от имени республики Армения. Но, обращаясь к народу, призвал подтвердить, что мы всей нации готовы нанести сокрушительный удар по любой провокации Азербайджана. Но мы также не хотим войны, мы действительно готовы к мирным переговорам, к достижению мирного урегулирования, но тот, кто попытается бросить на меня хоть тень сомнения, они не понимают, что решающим вопрос Карабаха является не правительство, а народ. Если в результате переговорного процесса появится некий вариант урегулирования, который я посчитаю хорошим вариантом, пусть никто не думает, что я втайне от вас предприму какие-либо действия или подпишу документ. Когда я увижу, что есть вариант, о котором можно поговорить, я приду и встану здесь, и во всех подробностях представлю, а вы решите, идем на это или нет, сказал он. Примечательным в словах Пашиняна является не только переподтверждение своей позиции в карабахском вопросе, которое известно обществу еще с 9 мая, когда он выступил в Степанакерте, но также и важный мессидж, адресованный Арцаху и его руководству. На протяжении лет Роберт Кочарян и Серж Сарксян, по сути, спекулировали карабахской проблемой с целью укрепления своей власти в Армении, фальсификации выборов, занятия грабежом и коррупцией. И сегодня Кочарян намекает, что намерен превратить Арцах в логово контрреволюции. Во всяком случае невозможно иначе понять его намек на встречу с Бакаса океаном или приписываемый Николу Пашиняну пораженчество. И это в том случае, когда в годы правления именно второго президента повесточным стал печально известный план обменами Гри. Никол Пашиняну направляет народу Арцаха четкий мессидж, что его правительство стоит на позиции защиты интересов Арцаха, и, по сути, призывает не поддаваться пропагандистским уловкам Кочариана, и не стать плацдармом контрреволюции, что, безусловно, приведет к необратимым последствиям для Арцаха. Правда, вчера в митинге Никола Пашиняна приняли участие прибывшие из Арцаха около тысячи наших соотечественников, но их шествие в Ереван была организована партия бывшего премьер-министра Арайка Арутюняну, которая имеет большинство в парламенте Арцаха, и несколько дней назад, по сути, организовала сбор подписей, в поддержку Роберта Кочариана. Мы уверены, что эта двоякая политика элиты Арцаха не выражает настроение армянства Арцаха, которые созвучны тому контексту, который сформирован в Армении. В этом свете вчерашнее выступление Никола Пашиняна имеет важное политическое значение, он формулирует задачу по освобождению Арцаха из-под влияния Роберта Кочариана, и выражает свою безоговорочную поддержку властям и обществу Арцаха. Сейчас очередь Арцаха сделать выбор, терпеть манипуляции Роберта Кочариана и стать очагом контрреволюции или же интегрироваться в новую Армению? Никол Пашинян дал Арцаху возможность сделать выбор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова